Как делишки, ребятишки, с вами Сава Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем троллить друг друга в новогодней серии по троллингу. Да, ребята, всем привет и спасибо вам большое за вашу активность по предыдущей серии. Нам очень нравится, что вам нравится данная рубрика, и поэтому мы её записываем через день, и это всё, ребята, только ради вас. Если вы хотите видеть ещё одну новую серию троллинга как можно быстрее, ставьте большущий палец вверх прямо сейчас на вот эту серию, и мы с Жекой будем записывать троллинг ещё чаще, чем сейчас, да, Жека? Да, и в принципе, я думаю, можно приступать к нашему новогоднему троллингу. Я тебе построил какого-нибудь снеговика, который тебя засунет, снежок тебе в попу, ну, пойдём. Ой-ой-ой, какой троллинг, какой троллинг, ой-ой-ой-ой, сам ты не лучше что-нибудь придумать там. Жека, пожалуйста, не тролль меня, пожалуйста, не надо, всё, пошёл в задницу, пошёл, всё, ой-ой-ой. Всё, я пошёл строить. Ох, ребята, ещё раз скажу, добро пожаловать в новую серию по троллингам. Сегодня у нас необычная серия, потому что сегодня у нас почти уже Новый год, можно и так сказать. И сегодня у нас тема для троллинга это Новый год, то есть Дед Мороз, Снеговики и ещё что-то такое. Я пока вообще не знаю, что мне сейчас строить, что мне делать. Я постараюсь что-то придумать именно с Дедом Морозом, чтобы постараться затроллить Жеку. Ребята, реально, прямо сейчас ещё раз поставьте большущий палец вверх, если вы хотите видеть новую серию троллинга как можно быстрее. А я сейчас буду приступать к постройке и надеюсь, что она будет хотя бы более-менее нормальная, да. Ну, в принципе, ребята, первое испытание у меня более-менее готовое. После того, как он зайдёт вот в эту комнату на начале троллинга, я ему скажу, Жека, выбери один из трёх предметов, которые ты бы хотел увидеть у себя под ёлочкой на Новый год. Или меч, или трезубец, у которого атака меньше, чем у меча, или новогодний носок. От выбора зависит, насколько хорошо он дальше пройдёт карту, потому что ему нужно будет убивать вот этих бандитов. Я тут ещё, может, где-то расставлю каких-то бандитов, допустим, где-то, 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 где-то вот так, да, чтобы он них побольше убивал. Я ему скажу, Жека, у тебя задание одного из оленей Деда Мороза загнали в ловушку. Сейчас тебе нужно его вызволить. Тебе нужно убивать бандитов, искать предметы, и в конце концов ему нужно будет скрафтить кирку, которой он сломает вот этот забор. А часть кирки будет находиться вот тут, то есть железо. И также с этих бандитов будут выпадать палочки, с которых он также сможет скрафтить рукоять для кирки. И потом он добудет вот тут немного дерева, чтобы скрафтить верстак, и само по себе скрафтит кирку. Но этот олень также будет злым, он его будет убивать. Он будет очень медленным, но он за ним будет гоняться вечно, потому что он бессмертный. И в конце концов Жеке нужно будет найти код из четырёх цифр. Тут будет две цифры, когда он наступит на вот эту плиту. Это 69. 69. И также тут, ну вот на этих плитах ничего не будет. Всё, что будет на этих плитах, это то, что его будет тп хоть вот сюда, он будет падать вот сюда, в эту воду, и будет выбираться отсюда. Но, может он с самого начала догадается то, что тут есть алмазы, и тут есть сундук. Может он поймёт, ага, если алмазы и сундук, может тут какая-то кирка. Но нет, как только он откроет вот этот сундук, то тут, в принципе, бум-бум, всё шандарахнет. А если даже он захочет перепрыгнуть вот сюда, на вот эту сторону, то тут есть видимые блоки, через которые он провалится вот сюда, в яму с лавой. Да, сейчас дайте-ка я разморожу быстренько вот эту водичку, которая тут замёрзла. Главное, чтобы тут всё не рвануло, а то у меня, как видите, ребята, карта уже один-то раз рванула, я вот это всё перестраивал. Не очень хорошее зрелище было, поэтому, ребята, лучше сюда не приближаться. Потом, ему нужно будет догадаться, где есть ещё две цифры, которые я нарисую где-то вот тут на земле, допустим, каким-то другим блоком. Другие две цифры, это 12, и как только он догадается, какой пароль 6912, он зайдёт вот сюда, в домик. А тут будет уже другое испытание, сейчас придумаю какое. Ребята, второй троллинг будет реально троллингом, потому что ему тут ничего не нужно будет делать. Я скажу, Жека, понажимай на вот эти проигрыватели, тебе нужно угадать мелодию последовательности там звуков, чтобы открыть дверь. Потому что я Дед Мороз, кстати, у меня тут будет одежда Деда Мороза, вот так будет одежда Деда Мороза. Я скажу, Дед Морозу хочется услышать новогоднюю песенку, песенку хочется услышать. И поэтому тебе нужно правильно включить проигрыватели. Но на самом деле тут никакого звука не будет. Я скажу, о, не расстраивай Деду Морозу, Деда Мороза, проигрыватели поломались, но я бы песенку послушал. И заставлю его петь в лесу, родилась ёлочка в лесу, она росла. Заставлю его вот это петь. Я скажу, пока ты это не споешь, ты дальше не пройдёшь. И он 100% должен будет вот это спеть. Поэтому хотя бы поржём, как он реально будет вот это выйдь тут на всю серию. И поэтому, ребята, посмотрим, после того, как он сюда пройдёт, я уже что-то замышляю, ребят. Я уже замышляю. Его тэпэхнет куда-то в другое место. Может даже на его карту, если я смогу как-то туда пробраться. А куда-то внизу карты. И там будет последнее испытание, где потом, в конце концов, наверное, всё бомбанёт. Посмотрим. Сейчас увидим. Да. Ребята, я убегаю с его карты. Знаете, что я сейчас придумал? Сейчас вы посмотрите. После того, как он споёт песенку «Лесу родилась ёлочка», он выпрыгнет вот сюда на командный блок. Жека, я типа ему скажу. Это финальное испытание, Жека. Всё, что тебе нужно, это просто наступить на вот эту нажимную плиту, которая будет вот тут. После того, как он наступит на нажимную плиту, его тэпэхнет на его же карту. Вот сюда, внутрь вот этих всех блоков. Вот тут внутри он будет находиться. И там будет два сундучка. То есть, я скажу Жека, выбери где-то три подарочка, самых важных подарочек, которые ты хочешь сделать своим подписчикам на Новый Год. Там будут всякие различные игрушки, алмазы и всякое такое. После того, как он выберет все подарочки, я скажу Жека, ты сделал свой выбор. Сейчас тебе нужно поставить эти все подарочки в сундук, который находится за решёткой. Я открываю для тебя вот этот сундук, ставь туда подарочки. И после того, как он откроет вот этот сундук, за сундуком будет много ТНТ. И просто вся его карта, пум, шандарахнет. Я скажу Жека, твоя самая главная ошибка. Твоим подписчикам не нужны ни алмазы, ни какие подарочки. Твоим подписчикам нужно, чтобы ты выпускал много видосов каждый день. И вот будет такой небольшой урок для Жеки. Очень сильно надеюсь, что он на вот это купится и то, что это будет смешно. Поэтому, в принципе, ребята, всё, я уже всё построил. Давайте будем приступать к самой серии, к самому троллингу. Ну что, Эдисон, ты готов к новогоднему троллингу? Ой, прям не терпится, не терпится. Давай, 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 давай. Давай, давай. Понимаешь, это последний троллинг в этом году. Ты просто представь себе это. Да, я честно даже как-то не додумался. Да, ребята, поэтому ещё раз ставьте большие пальцы вверх. Мне что, выключать геймод или что? Один, два. Да, не, не, да давай в геймоде один. А, ну ладно, давай. Ладно, ладно, давай. Так, собственно, смотри, Эдисон. Ты смотрел фильм «Один дома». Мне кажется, все его смотрели. Ты будешь сегодня играть роль грабителя из этого фильма, но ты будешь искать никакого не ребёнка, не драгоценности. Ты будешь искать свой подарок. Понял, да, Эдисон? Да, понял. Сейчас сразу тебе скажу, что вот эти подарки под ёлочкой это просто декор. То есть, это не те подарки, которые тебе нужны. Вот, ты ничего ломать не можешь Можешь только искать и На рычаги, на что-то только захочешь Ага, то есть ломать вообще ничего не могу, да? Да, ломать ничего не можешь Ну, в общем, давай, решай, что тебе делать Я буду просто за тобой наблюдать Ой, сложно, что-то мне кажется Как-то всё сложно будет Так, ладно, ладно Опа, так Мне кажется, нужно наверх залезть, да? Да, я... Нифига себе Прикольно Камин, 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 хочу Камин Ой, закончился джапу, стой, что делать Ой, ты тварюга, тварюга Давай, что-то быстрее, быстрее, быстрее Ты справишься Как Санта, как Санта Ой, не бойся Ну прыгай, прыгай, не бойся А, Жайка, обликаться ли так нельзя? О, ой, ой Ладно Ты, пап, понимаешь, ты как грабитель Такой же тупой, попадаешь на все самые Подожди, ты меня сам толкнул Как бы, что я должен был сделать Не-не-не-не, стоп Из камина ты сам выпал Ну, вышел Ну, давай, давай, грабитель Попадите на мои ловушки Я играю роль этого ребенка, знаешь Давай Да, ёханый бабай, а А то вообще, как бы, возможно, пройти или нет Да, возможно Да уйди ты, Жайка Ты мне только мешаешь Пошел в задницу, а Извини, извини, извини Всё, 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 давай, проходи Ты справишься, ты справишься Подожди, а как я первый раз вообще выплю? Ой, не знаю, Эдисон, ну нет Ой, сложно как-то, Жека, сложно Что-то, что-то сложно Давай, давай, у тебя получится Тебе нужно всего лишь заполучить Твой дорогосельный подарочек Давай, Эдисон, ты справишься Ты справишься Ой, ёханый бабай, ты меня уже заколебал Уже третий раз Так, ну давай, как же ты отсюда выберешься? Ага, ага, я ожидал Ты молодец, 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 Эдисон, ты четкий Смотри, тебе нужно найти подарок Ты в доме, ты молодец, ты уже попал в сам дом Микаса или дом такой себе, ты как-то поленился его построить, а? Да не, по-моему, четкий дом Да охреновый дом О! ПАЙ-АЙ-АЙ ! Да Вообще, логично, просто логично Это, знакомство, это Паучок-Инокенсий Его не очень любят гостей, поэтому Лучше, я думаю, к тебе больше к нему не приходить Жека, ты издеваешься, я появился как бы на своей карте Микаса или ты что-то... Я TL ТелепATирую Кто-то что-то не очень продумал ты TL телепатировать ты можешь поставить спаунд-пойнт чтобы Лучше спаунд-поинт Лучше поставить SPAUNPOINT да ,вот там паучок,который тебя не очень любит ты можешь пройти да конечно конечно да много Жека ты что то тут как-то всё странно построил Опа я стремаюсь туда падать но у меня как бы выхода не туда а чё это вообще за пещера бэтмена под домом вот этого один дома а ну знаешь это просто дед мороз он не любит детей он решил спрятаться от них в подвале вот думаешь да вот и смотри в общем-то ты появился пещере у тебя тут две развилки ты выбрал уже сразу левую молодец как всегда ходишь налево как бы правая бы меня сюда тоже сюда привела так что ничего особо так что же ты будешь делать да и чё не буду делать ничего тут нету опа не толкай меня ты не может чтобы доказать деда мороза сломал ну ладно пофигу а пофигу еще упаду да да сам себе хуже сделал в общем то эдисона чтобы доказать деду морозу что ты достоин своего подарка ты должен добежать вот этой кнопочки и нажать на нее чтобы я там умер чтобы я умер на ну смотри если ты умрешь ты не достоин подарка как бы понимаешь смысле добежать тут как бы даже прохода нету и куда добежать конечно конечно нету проходу ты просто где пофигу если психология нету этот кредит вовсе сам себе поломал ой 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 а смотри я тебе просто рекомендовать чтобы потом не телепортируется к этот раз вот ладно ладно смотри я она ты теперь нужно проверить твою чуйку понимаешь куда да 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 у тебя есть три двери ты можешь выбрать одну из них выбирай в одной из них ты возможно найдешь свою судьбу и свой подарочек да да ты должен выбрать и идти то есть понимаешь так нельзя так нельзя левую я не хочу убирать левую я уже не хочу убирать я понял давай среднюю жека я сказал что я левую не хочу убирать потому что я еще провалюсь в лаву у меня прям вот сейчас у меня чуйка прям сработает мне кажется нормально что-то не одна дверь не подходит да 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 ничего не подходит что-то что это ничего не подходит ничего не работает так что мне делать куда опа ага ты нашел деда мороза он меня убивать не будет я понял очень плохо в этом году не не правда не правда не было такого он он врет подписчики не ведь ему он врет не было такого не было не было такого выпрашивает лайк не было так и честно у меня жека тоже такие правила себе ты должен полностью меня слушать принципе ничего нового как обычно да да это какой-то здесь этот пластырь да ты тут сделал да пласты потому что полкарты взорвал так что все нормально ну ладно хорошо хорошо давай я готов я не понимаю почему у меня списюна торчит леденец ну да ладно будет нормально я буду твоим тоже дедом морозом в этой серии а ты будешь мне дедом морозом я буду твоим дедом морозом хотя бороды нет ничего сделать бороду себе ладно сейчас да ладно 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 все вот смотри о дед мороз какой уча сверить мы сейчас давай выбирай себе подарочек на новый год вот что тебе нужно для дальнейшего прохождения карты носок меч или вилка сложный выбор одесса сложный выбор мне нравится вилка да ну выбираю вас можно теперь класса какому не видел какой-то тридент называется да все равно давай это трындец да мне будет трындец тебе будет и прям угадал давай же ты уже выбрал все давай так вот у тебя задание там находится олень деда мороза дед мороз ой 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 какой расстроен потому что ребят давайте заканчивать эту серию я как бы даже не начал прохождение жек уже сам себя затроллил а это в смысле я не хотел стать вилкой в глаз я вилкой в глаз вилкой в глаз за тебя уйди тупой бандит не отъехать окружаю ты помоги жеково мне как бы с собой неинтересно играть ты сам себя троллишь все 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 тихо тихо я еще раз повторяюсь мне кажется тебе уже три раза троллил аккуратно дай хотя бы я тебе скажу да хорошо давайте вот олень деда деда мороз дед мороз очень расстроен потому что бандиты украли его оленя ну как бы бандитов уже нет ты уже их куда-то отправил но тебе нужно да тебе нужно найти способ как вызволить вот этого оленя то есть финальная подсказочка нужно найти кирку скрафтить кирку и вызволить оленя чтоб спасти деда мороза и после всего этого ты найдешь четыре цифры которые подойдут к этому вот замочку чтобы пройти вот туда внутрь дома деда мороза спасти оленя в процессе того как ты будешь спасать оленя ты будешь находить до твою задницу я забываю о том что ребят мне нужен противник пожёстче я с этим не могу играть он нуб кончен я понял смотри это тут про себя да пишешь нет про тебя хорошо я должен искать кирку я ищу кирку что это такое это не отхилит надеюсь потому что я сейчас умру может быть не знаю не работает по моему а ну значит не работает давай давай ищи кирку ищи кирку чтобы вызволить оленя бедного оленя оленя он уже тут неделю жека вызвали его пожалуйста что-то тебе все не нравится о ну-ка я вот это я как бы тут можно заберу свою вилку глаз я дам тебе подсказку ты можешь ломать снег я очень холодная не тут нужно сняк ломать очень холодно очень холодно вот уже теплее а я могу его ломать ну включи геймод 1 0 смысла да 3 желе ага то есть я могу сделать кирку а нет еще не могу где мне за 2 палки ладно я как бы тебя поощрю немного потому что палки выпадали из бандитов которых ты дебил убил и даже не поднял палки потому что ты уже три раза себя затролил поэтому ты можешь сломать деревцо также чтоб скрафтить верстачок заставляет меня тут всякое делать непонятно ну потому что ты по правилам проходишь карту сам себя троллишь уже пять раз затролил деду деду морозу это не нравится я телепортируюсь а меня взрывает так может я тебя сам буду тп хотя вообще а ты сам ко мне телепортировался потому что ты тпкнулся когда я над ловушкой пролетал тебя я а потому что нужно его погладить джека конечно классно не знаю вот олень защищает да ну али защищает какую-то тут плиту которая тебе понадобится мне кажется так что помогите все что а 69 это первые две цифры ищи последние две так 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 мне кажется что то здесь связано с кими-то невидимыми блоками может или может 69 может быть может быть ой не знаю ой не знаю ой жека не знаю подряд я снег все по-прежнему по-прежнему так я жив я жив а чё ты где ты вообще помоги мне сюда выбраться я в воде тут купаюсь мне немножко страшно а что в смысле в смысле нет 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 мне и так нормально мне и так Жека нормально помоги пожалуйста не хочу спасли обстрел ой 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 о how to get Нужно найти ещё две цифры, Жека. Ещё две цифры. Иди ты в жопу, тупой. А, тупик! Нет! Эдисон, я так не играю. Я так не играю. Ты нуб конченый. Ты это понимаешь, что у тебя цифры под глазами. Телепортируй, телепортируй, телепортируй меня! У тебя цифры под... Телепорти... Жека, у тебя цифры под... Так, подожди, перед глазами. Два, один. Правильно? Ну, что-то такое, наверное, не знаю. Быстрее, быстрее, быстрее. 69, 21. Нет, не работает. 69, 12. Может быть, не знаю. 69, 12. А, заработал! Давай, давай, давай. Быстрее, отстань, тупый. Жека, ты справился. Сейчас ничего не клацает. Ты можешь встать, твою мать, и подождать, пока я тебе правила объясню, хорошо? А то я тебя убивать буду. Деда Мороза злить нельзя. Дед Мороз очень расстроен, Женечка. Вот, хочу послушать новогоднюю какую-то музыку, но вот мои проигрыватели сломались, поэтому тебе нужно их как-то починить. Вот, почини их. Правильной, пара, правильной последовательности, чтобы заработала, и чтобы... Последовательности. Последовательности, чтобы, чтобы музычка заработала, чтобы всё было хорошо. Давай. Последовательности тут так, тут... Давай, давай. Да, может... Да, ты бы над Дедом Морозом сейчас не издевался. А то Дед Мороз может придумать что угодно. Так, ты, последовательность, сейчас... Это, наверное, с цифрами, да, связано? 6, 9, 1, 2. Да, мне как бы похрен, с чем это связано. Мне нужно песенку услышать, Дед Мороз расстроен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так. 6. Ой, внучок, мне кажется, что-то тут... Ой. В смысле? Внучок, мне кажется, что-то тут поломалось, да? То есть, вот эти проигирователи не работают. Да песенка работает, в смысле, я его включил. Ой, значит, у меня звуки в Майнкрафте выключены. Значит, я не см... Ой, уши, уши, уже слуховой аппарат не работает у Деда Мороза. Ты, старый Дед, пердун, а ну, оттай мою пластинку. Поэтому, поэтому, мне кажется, внучок Женечка должен спеть песенку Деду Морозу «В лесу и родилась ёлочка», чтобы Дед Мороз пропустил его дальше. Так, это уже, знаешь, типа правило. Петь ему тут ещё надо. Дед Мороз тогда не пропустит Женечку дальше. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой, летом стройная, зелёная была. Я спел. А дальше? Женечка, можно меня пропустить, пожалуйста? Ой, так, ну... Дедушка Мороз, я вам рассказал стихотворение. Дед Морозу понравилось, но Дед Мороз ещё хочет услышать 21 Pilots Hittens. Давай, пой, внучок. Нет, я отказываюсь от такого испытания. Ужи убей меня ещё, я ничего не буду прошивать. Ладно, внучок, ладно, ладно, ладно. Ты тролль хренов. Последнее твоё задание. Прежде чем прыгать, я скажу, Женечка, тебя там ничего не убьёт, просто тебе нужно сейчас будет сделать подарочек своим подписчикам. Поэтому давай, прыгай сюда. Так, внучок, стой, ничего не клацай. Ты не можешь ломать вот этот сундучок, прежде чем не выберешь подарочек для своих подписчиков. Вот загляни в эти сундучки, посмотри, что тут есть. И тебе нужно выбрать три подарочка, которые ты пожелаешь своим подписчикам в новом году. Три подарочка со всех вот этих вещей, которые тут находятся. Давай, выбирай. Хорошо, смотри, я им пожелаю... Шо, так, мне нужно выбрать ещё раз, три игрушки. Три подарочка, да-да-да. Выбирай. Три подарка. Три подарка для своих подписчиков. Чисто по моему мнению или когда-то там надо... Не-не-не, чисто по твоему мнению. Чтоб подписчики заслужили, что ты им подаришь в новом году, что вообще они от тебя хотят. Вот выбери три подарочка. Ну смотри, подарки я им подарю. Да. Подарки, да. Подарок, подарок, нормально. Давай дальше. Вот, нормально. Чё, коробки всегда пригодятся. Ну да. Вот. Зайчонка, зайчонка обязательно. Зайчонка, может быть зайчонка, да. Нормально. Ну и, конечно же, бабла вот алмазик. И бабла, да. Хорошо, Женечка. Бери свои подарочки. Бери. Ломай вот это. Решётку. И клади вот туда свои подарочки на Новый год. Своим подписчикам. Ну хорошо, положил. Ты положил, Женечка, да? Но не усвоил урока. Знаешь, какого урока ты, Женечка, не усвоил? Какого? А такого, то что твоим подписчикам не нужны. Лучше мой подарочек. Это ты, да? Ой, ой, ой. Кто-то... Что-то я не взорвал. Кто-то играет не по правилам. Кто-то не по правилам играет. Ой-ой-ой. Ой-ой. Так, я не понял, какую мораль. Какая мораль за тобой? Мораль, то что я только что взорвал твою карту, потому что ТНТ находился под твоей картой, а не под моей. Я, я, я слышал, когда я строил эту карту, я слышал, что кто-то подо мной ставит блоки. Я, твою мать, это слышал. Ну вот, значит, слишком... Я ещё такой думаю, у меня глюки или реально кто-то подо мной ставит блоки. Ну вот, значит, не додумался, слишком тупой. Но, Женечка, ты не усвоил урок, то что твоим подарочкам, твоим подписчикам нафиг не нужны твои подарочки, а им нужно, чтобы ты выпускал видосики каждый день. Видосики, Женечка? Конечно, мы всегда выпускаем видосики каждый день, и в следующем году тоже будем так делать, поэтому... Так что, мне кажется, подписчики, это самый главный для вас подарочек от нас, то что мы с Жекой записываем видосы каждый день, и надеемся, что будем продолжать выпускать тот же троллинг как можно чаще, да, Жека? Да, в этом нам помогут ваши лайки и положительные комментарии. Мы всегда читаем все ваши комментарии, поэтому давайте, ребята. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, и удачи вам в новом году, и всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.